Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами поговорим о Diablo 2 Resurrected. Ну и разберемся с вопросами, какие же сейчас огромные проблемы у игры. Почему игра на момент релиза была с одним рейтингом на метакритике, а сейчас у нее рейтинг на момент записания ролика уже 4-0, и он продолжает падать. И одна из таких проблем описывается небольшим коротким видео. Вот, собственно говоря, и оно. И в этой ситуации можно сказать, не было бы так смешно, если бы не было обидно. Да, постоянные отключения серверов, постоянные техобслуживания внеплановые, о которых нас заблаговременно не предупреждают, а как следствие результаты бывают плачевными. Вот у меня на стриме люди отмечали различные моменты. Один игрок, допустим, нашел руну Охм. Вроде как вышел, вроде как сохранился, в итоге заходит, руны нет. У других игроков пропадают сундуки, ну, кубы Харадрика. Пропадают предметы. В некоторых случаях пропадают даже отдельные герои, не все. Что обозначает, что сервера не работают. Нет, именно отдельные. Хотя некоторые ребята отмечали, что после обращения в службу поддержки, этих героев или героя восстанавливали. И это, наверное, одна из главных проблем, почему на игру так сильно налетают. А вы представьте, если человек играет в один цикл. То есть он зашел, допустим, в игру, назвал ее как-то, и начинает играть, играть, играть на протяжении 6 часов. Так, обслуживание серверов начинается. А за это время он не слабенько прокачался, что-то вполне возможно выбил. Сервера легли, он сохраниться не успел. Ну и все эти 6 часов, как то, что он нафармил, прокачался, просто уходит в никуда. Потому что это сохранение уже невозможно реализовать, так как сервер отключен. А как следствие, да, все пропадает. Безусловно, это касается только тех, кто играет в режиме онлайн. Тех, кто играет в оффлайн, в синглплеере, их это вообще никак не касается. У них все хорошо, у них все замечательно. Но в большей степени это, конечно же, волнует тех, кто играет в режиме онлайн. Нет какой-то уверенности, что ты играешь, и при этом знаешь, что то, что ты выбил, останется при тебе. Хотя, лично меня пока эта проблема миновала. Ну потому что я играю короткие сессии. Быстрый фарм, ничего не растягиваю. И еще раз повторюсь, это самая главная проблема, почему игроки негодуют. Ну и если так все будет продолжаться, Диабл 2 Розуретт опять-таки будет стремиться к уровню Варкрафт 3 Рефордж. Хотя, на самом деле, она на несколько голов выше Варрика. Но вот именно из-за такого бездарного отношения к серверам, без оглядки назад, что люди в этот момент могут играть, и их никак не предупредили, и не все, допустим, могут читать твиттер, кому-то это напрочь неинтересно, появляется очень огромное количество недовольных. И эти недовольные пишут сообщения в службу поддержки, на что получают ответы, что эти руны, все возможные ресурсы, они восстановить не могут. Ну и сами понимаете, что это в итоге касается не только игры, но также репутации компании Blizzard. Есть учесть, что эта репутация сейчас не на самом высоком уровне. И, к сожалению, после вот таких вот фейлов, она вполне возможно может пошатнуться, если уже не пошатнулась. То есть может окончательно пропасть доверие. Не знаю, чем, честно говоря, они думают, как и что они там тестируют. Но это печально. Ну и что я могу сказать в итоге? Да, это реально очень-очень плохо. Это плачевно. И это хорошо в отношении каждого из нас, пока нас лично это не коснулось. А я уверен, что если бы вы выбили что-то стоящее, и в этот момент сервера рухнули, не знаю, как вы лично, но я бы со своим темпераментом, скорее всего, бомбанул. Ну или, скажем так, мне бы было сильно обидно. Так что, как-то так. К самой игре, в принципе, у меня претензий, ну, практически нет. Игровой процесс устраивает торговлю кое-как мы наладили внутри. Но вот, к сожалению, сервера, это самая главная проблема, где был два раза ракет. Лично я так считаю. Какие вы проблемы считаете еще актуальнее? Пишите все в комментариях под видео, а также все то, что вы думаете по поводу релиза. Сожалеете, что купили, не сожалеете. В общем, все ваши мысли в комментах. Ну, а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте. Ну и надеюсь, дисконнект вас никогда не настигнет. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока.